С миром, братья и сестры! Сегодня я хотел с вами поговорить насчет одной проблемы, которой много церквей, особенно модельной церкви, которая происходит у нас, в Канаде, по всему миру. И это проблема, где христианство разбавили вместе что-то другое. И когда мы смотрим на чистое христианство, когда мы смотрим на евангелизацию, особенно на евангелизацию Иисуса Христа, мы видим очень сильный контраст между, как Он евангелизировал и как сейчас люди евангелизируют. Особенно сейчас много церквей пытаются делать христианство очень удобно, чтобы они приняли хорошо, чтобы людей не обижать, они хотят, чтобы христианство было удобно и чтобы люди не боялись христианства. И этот повод проповедовать, евангелизировать совсем совершенно не может быть дальше от метод, который пользовал Иисус Христос. Конечно, главное держать чувства человека в мнении, главное про них думать, чтобы не хочу кого-то обидеть, но если их чувства сопротивляются против истины, тогда, конечно, я не могу ничего не сделать. Чтобы не чувствовать этот неконфорт, люди пытаются менять Евангелие, они пытаются размышлять Евангелие, истину, что-то другое. И это очень опасно. Когда мы смотрим на страх человека, самый большой страх – это когда кто-то или народ про них плохо думает. Это у человека самый один страх. public speaking из всех. Ни акулы, ни высоты, ни огонь, а то, что станет кому-то стыдно, и все думают, что ты не прав. Это люди боятся. И это очень эффективно в этом мире, потому что люди думают, ой, я не хочу, чтобы про меня думали плохо, просто хочу быть как все. И когда я на это смотрю, я думаю, как я могу стать перед Богом, перед Творителем все жизни, и сказать, что я боялся людей, а его не боялся. Мне лучше стать перед Богом, вместе с Богом стоять, и пусть мир дает мне гнев, чем мне стоять вместе с миром и получить гнев Бога. Сегодня доктрина очень популярна, не сталкивает никакие моральные требования. Часто этих верующих, которые ходят, этих, как надо сказать, легких христианских, слушают эти легкие христианские доктрины, их не можно определить от неверующих. Безбожники и верующие сидят вместе, не можно их разделить, определить, кто тут. Когда мы разбавляем истинность, что-то другое, это нас не спасет. У нас несколько сестр работают как медсестры, медики, но я думаю, мы все понимаем, если ты отравился, и доктор сказал, тебе надо 30 миллиграмм этого анекдот, этот антидот, чтобы спасти. 30 миллиграмм этого люкаста, чтобы тебе спасти жизнь. Но вместо этого, потому что думают, ты это не приняешь, давай я тебе даю 10, а остальное в воду. И дает укол. Это человека спасет? Не спасет. А почему люди так делают истинность, слово Бога? Они разбавляют это что-то другое. 1.6 миллион верующих в этом мире. Сколько из них истинно следует за Иисуса Христа? Мы видим в Матфея 5 глава 13 стих, тут Иисус говорит, вы соль земли, если соль теряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Еще один пример такой. В Римской империи были монетки серебряные. И когда у них экономия страдала, они делали вместо серебряной монетки, они дали такую железную, а просто снаружи было серебряное. Меньше серебро пошло туда. Упустилась ценность этой монетки, потому что она уже, они говорят, серебряная, но стала фаршивая. Что случилось? Люди начинали держать их ненастоящие серебряные монетки, потому что они знали, это настоящее серебро. Так можно сказать с верой. Люди, которые прячут, ставят сверху наружу христиан, христианских вид, христианских повладений, но в самом деле в середине там что-то другое. Много верующих сейчас говорят, что Иисус Христос мой друг, самый лучший друг мой, и это все. У них уже заканчивается эта дарктирина. Но что интересно, когда мы смотрим в Евангелии, написано, что Иисус нас Господь, Иисус наш Мастер. Если Иисус нас Господь, Он нас Мастер, значит, мы рабы. Мы в рабство. И когда мы смотрим в этот мир, мы в рабство, или у нас будет один Мастер, или другой. Не может так, как у меня не будет Мастер, я не буду раб. Нет, ты раб. Кому ты принадлежишь? Матфея 6, глава 24 стих написано, никто не может служить двум Господам. Римминам 6, глава 22 стих написано, но не никогда вы освободились от греха и стали рабами Богу. Мы в рабство. Это понятно. В Евангелии, когда мы говорим, что Иисус мой Господь, тут имеет очень много значения. Для нас очень трудно это понимать, потому что сейчас в этом мире, что у нас полицай, президент, какой-то судья. Мы не понимаем, что это слух, рабство, что это Господь, потому что в том мире, в том веке все это очень конкретно понимали, что это значит. А в нашем модерном жизни мы это не понимаем. Те, которые понимают, пусть Бог вас благословит, но много из нас не понимают. Трудно нам это представить, что это значит. Есть, особенно сейчас, культура про свободу. Говорят, что ты свободен, делай все, что хочешь. Даже Америка, да, создали. Свобода, у них везде написано свобода, the land of freedom, земля свободы, и свобода без конца. Но церкви, которые говорят, это неправильная доктрина, особенно, когда они забывают, что Иисус Христос их Господь. Если Иисус Христос нас Господь, и мы рабы, Господь не то же самое, как раб, не можно сказать. Мы говорим, что Иисус наш друг, а мы его друзья. Но будет, вы не найдете места в Библии, где написано, что Иисус сказал, что я твой друг. Не один раз. Он сказал, вы мои друзья. Даже Авраам сказали, что Авраам друг Бога. Но Бог говорит, что я твой Господь. Раб и Господь не то же самое. Господь богатый, Господь имеет влияние, Господь имеет мудрости, Господь имеет дом, Господь имеет защиту, Господь имеет все это. А что раб имеет? Раб, по идее, не имеет ничего без Господа. Раб служит Господу, и все, что Господь его позволит, он получит. даже когда мы смотрим, я служитель Иисуса Христа, а те, которые говорят, я раб Иисуса Христа, это я, кстати, я это окровенно никогда не слышал. Я служитель Иисуса Христа, я верующий, все такое, но никто не говорил, что я раб. Апостоли, они так говорили, ученики Иисуса Христа, они так начинали их письма. Римлян, первая глава, написано, Павел, раб Иисуса Христа, пишет вам, и потом все остальное. Самый первый стих сказал, раб Иисуса Христа, он понимал, что это значит. Ученики понимали, что это, потому что раб купили за цену. Раб принадлежит кому-то. Иисус Христос нас купил с кровью Его. За вас заплатили цену. Когда мы смотрим на Евангелие, что надо сделать, чтобы получить спасение? Говорят, что надо покаяться, принять Иисуса Христа, как свой личный Бог и послушание. Но что интересно, если мы смотрим именно на доктрину, доктрина не требует послушания, она создает послушание. Надо покаяться, принять Иисуса Христа, и потом послушание становится в наше сердце. Раб тоже, он не знает все, что Господь делает свой. Он не знает, что мастер делает полностью. Ему не надо знать. Все дела, иногда мастер что-то делает, и раб не понимает. Он должен ему объяснить? Должен. Если мастер делает что-то в доме, если Господь что-то творит, чтобы тебе было хорошо, но ты не понимаешь, он не обязан тебе объяснять. Люди сейчас, которые не понимают что-то, или им трудно, они говорят, «Господи, я тебя не понимаю». Даже Иов так говорил, мы в прошлом воскресенье про его изучали. «Я тебя не понимаю». Но ты не должен понимать. Конечно, все, что Бог нам открыл, мы принимаем, а много чего Он нам не открыл. Иногда спрашивают очень трудные вопросы по Библии, и чисто сказать, «Я не могу тебе дать ответ». Не все Библии, если можешь объяснить, а почему так случилось, я не знаю. А почему Он сказал это, я тоже не знаю. Может, нам не явилось. Может, ты это читал, ты не видел, а после, через 10 лет, я опять читаю этот стих, и ты что-то увидел, Бог тебе открыл эту тайну. И тоже, когда мы молимся, когда мы живем, по нашей воле, если говорю, в следующем году я это сделаю, если Бог позволит, я это сделаю, по воле Его. Воля раб и воля мастера не то же самое. Пусть будет воля Его, и это мы должны помнить. Но Иисус тоже говорил, что «Я вас Божьем не называю рабы». Это 15, Иоанн 15, глава 15 стих. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Опа! Тут Иисус говорит, «Я вас не называю рабы». Но когда мы смотрим на греческие, грамматика, тут имеется в виду, что это не имеется в виду, что вы больше не раб. Он говорит, что вы не только рабы, вы тоже друзья. И я вам открыл тайну, которую Отец мне открыл. Это не говорит, что вы больше не раб. Нет. Мы остановимся так. Но мы тоже друзья. Когда я про это думаю, я вспоминаю Иосифа, когда он попал в плен в Египте. Он был раб. Ну, его господин, его мастер поднял ему статус, дал ему место. Он стал раб и друг. Раб слушает волю своего мастера, и он помогает. То же раб, что он делает? Он работает. Он не отдыхает. Какая польза от него, если он просто лежит, ничего не делает? Он должен работать. Он должен иметь какую-то пользу, принести какую-то пользу. Когда Иисус говорит, что вы мои друзья, он это просто ставит акцент на его отношении с нами. Что мы и рабы, и друзья. Потому что сказал вам, что слышал от Отца моего. Бог открыл нам тайны. Иисуса, много верующих сегодня говорят, что Иисус мой друг, опять забывают, что Он не их, не Господь. Один интересный, как вещь мы видим, это филиппинцам, вторая глава, седьмой стих. тут написано, что Иисус принял образ раба, сделавшийся, делал вид, как будто, да, принял образ раба, чтобы служить Отца Своего. когда раб, обычно, мастер имеет много рабов, у них есть какой-то марка или какое-то как пятно от мастера, чтобы показать, что ты принадлежишь ко мне. По духовному смысле у нас тоже такое есть, когда принимаем крещение, когда покаемся. И как мы говорили, не можно служить двум мастерам, нам это надо конкретно помнить, потому что ты всегда кому-то будешь служить. Или будешь служить темноте, или будешь служить свету. Но только на один из них назовет тебя друг. Только на один. И это мы не можем сбежать. Когда мы можем представить себе что это раб, как он попал в плен. У нас, может быть, начинаются мысли, где кто-то взяли против его воли, поставили на его наручники, цепи, побили его, засунули в корабль, куда-то в другое место отнесли. У нас такое начинается в голове происходит. Мы так представляем. Раб, он взял его в плен, он ничего не может делать, и теперь он идет к какому-то мастеру. Какой у него будет мастер, он не знает. Или будет злой, который его будет бить, заставить работать, пока кости не сломаются, будет голодать, или у него будет Господь, который принят его, назовет его другом, приготовит место для него, комнату, в своем собственном доме, назовет его другом, будет его кормить, делиться с ним мудрости, но раб не знает, куда он пойдет. Нам везет, потому что мы знаем, что есть Господь и есть темнота. Куда нам идти, мы выбираем. или идем к доброму Господу, хороший пастер, отец нас, или идем в темноту. И даже лезьте мы сейчас в темноте, если вы знаете люди, которые грешники, не знают Бога, Бог все равно заплатит цену, чтобы их купить. Лезьте раб, имеет злой мастер и пришел добрый Господь, хочет его купить не за деньги, не за драгоценности, а тот говорит, отдай мне сына своего, я хочу его кровь. И он отдает. Отдает своего собственного сына, чтобы купить раб. Зачем? потому что любовь. Это любовь, которую мы видим. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус не искал поколенников. Иисус искал служителей, followers, и не casual followers. Люди, которые будут в него верить, будут за его следовать, люди, которые будут говорить, что Иисус мой Господь. Это надо говорить такие слова, даже в молитве, что Иисус мой Господь. Конечно, можно там подумать, да, у меня хорошее отношение с Богом, все такое, но Он всегда будет мой Господь. Всегда. Я никогда не видел, что церкви, в принципе, отталкивали людей, а Иисус, по идее, людей отталкивал тоже. Когда люди подошли к Нему и говорили, Господи, Господи, А Он им сказал, отойдите от меня, я вас не знал. Если человек говорит, что я хороший человек, я делаю хорошие вещи, я помогаю где-то в школе, делаю волонтер work, я даже ухаживаю за бабушку мою, я даю деньги в charity, все такое, что я делаю все, что Господь хочет, чтобы я делал, но я в Его не верю, ты мне говоришь, что я все делаю то, что Он хочет, но когда я пойду, Он скажет, иди в ад, как это понять? Всегда вспоминайте фарисея. Фарисеи, они давали не только на десятку их деньги, они давали 30%, 28, но это было как минимально, они очень много помогали всем, по идее это хорошо, но что Иисус им говорил, отойдите от меня, Он сказал, они дети ада, такие слова от Господа слышать, дети ада, Он именно их так называл, почему, потому что их сердце было далеко от него, все их дела им не поможет, и говорить, что я в Бога даже верю, но ничего не делать, тоже не поможет, потому что разницы между это и бесы совсем нету, бесы тоже верят в Бога, они знают, что Он есть, они даже Его видели, может быть, ты не видел, все такое, ты тоже да, я соглашаюсь, что Бог есть, но это все, как это тебе поможет? Ну, когда Иисус говорил, отойдите от Меня, я вас не знал, это было очень, это трудно понимать, потому что они говорят, Господи, Господи, да, это кому говорит? Он говорит верующим, Он не говорит, это те, которые блудники, неверующие, все такое, Он это именно говорит верующим, 1.6 миллиарда верующих в этом мире. Сколько из них Иисус скажет такие слова? Я не знаю. Но это наше обязанность знать, как правильно иметь отношение с Богом. Потому что есть много верующих, которые говорят, что Иисус мой Господь, но они никогда не делают, чтобы Он был их не Господь. Говорит это хорошо, но потом надо жить это. Иисус говорил много вещей. Возьмите на себя Мое Иго. Take Мое Капанию. Отрисай себя, возьми свой крест и следуй за Мной. Deny yourself, pick up your cross and follow Me. Вера без дел мертвая. Faith without works is dead. Все эти вещи и дальше можем рассказывать, обсуждать все, что Он говорил. Это нелегко. Это все надо делать. Много верующих думает, ой, я просто верю в Бога, принял Его и все, и буду отдыхать. Нет. Извиняюсь. Если ты раб Бога, и ты не работаешь, какой пользовать тебя, подумай про это. Если царь говорит, что христианство это легкое, они не проповедуют про христианство. Христианство это трудно, христианство это страдание, но с Богом все можно делать. Настоящие верующие должны, им в принципе должны грех быть противно, потому что это идет против их Господь. Греческое слово про покаяние можно перевести так вот, что подумал пошли. Если человек подумал пошли что-то, значит, когда он что-то делал, он не думал, а то, что он делал, это был грех. Потому что грех очень часто на чувства, на реакции этот человек грешит. А когда он думает, тогда это помогает не грешить. Нам надо наполнить наше сердце и наш разум, наш ум, слова Иисуса Христа, не все остальное. Если у тебя в сердце и похоть, и злость, и все такое, и жадность, и нет места для Бога, нет места для Его слова, как Его слова тебе поможут? Кому ты служишь? Один пример интересный про Никодимис, когда он пришел к Иисусу Христу. Я смотрел эту серию, называется Chosen, и там было место, где Никодимис подошел к Иисусу ночью, чтобы никто не видел. И я про Chosen тоже самое уже несколько раз говорил. классно смотреть, слава Богу, что они делают серии про Иисуса, но это не замена Библии. Пожалуйста, читайте Библию. Особенно в это место в шоу Никодимис с Иисусом были очень дружные отношения, даже смеялись, шучили. Когда он понял, что Иисус Бог, он говорит, мне надо сандалии снимать, это святая земля, а Иисус говорит, это святой ковер, святая палатка, смеются. Такое не было. Тем более, когда я смотрю на этот разговор между Никодимис и Иисусом, это был очень грубый разговор. Тут он совсем не улыбался, потому что Никодимис прожил всю его жизнь, он учитель Израиля, и он пришел к Иисусу, Иисус сказал, ты все неправильно делаешь. Вспоминайте опять фарисеи, у них 600 плюс законы. сколько они добавили туда законы, что можно, не можно. Если мяч кинуть и поймать с одной рукой, это работа, а если кинуть и поймать с другой рукой, это не работа. Пить можно на шаббат, но полоскать рот нельзя, это работа. Они так много законов добавили. И Никодимис подошел к Иисусу именно ночью, потому что он думал, не хотел, чтобы другие видели то, что он делает, его коллеги. Никодимис был пожилой, а Иисус ему было 30 лет. И он подошел к нему, и он начинал разговор с уважением. Он сказал, Раби, мы знаем, что ты пришел от Господа, потому что все, что ты делаешь, не можно человек делать. Мы знаем. И он, наверное, думал, что Иисус пророк сначала. Кстати, 400 лет последний пророк это был Милаки. Израиль 400 лет не было никакие пророки. Вот Икадимис думает, вот пришел пророк, сейчас будет нас учить. И какой у него был сюрприз, что Иисус не только пророк, но и царь, и священник, и Мессия, и Бог. Когда он ему говорит, я не понимаю, Иисус ему отвечает, если я скажу вам о земное, и вы не верите, как поверите, если я буду говорить вам о небесном. Это очень грубо. если ты не понимаешь то, что я говорю по земному, тогда как ты помнишь небесного? Как ты помнишь духовный мир? Это духовный учитель. Это все, что он делает. Он один из сенхидрин. Сенхидрин это самый высокий уровень евреев. Тем более он пошелой, и он сказал, ты учитель, не ты один из учителей, но ты именно и ты это не понимаешь. Он был духовный лидер. Иисус ему говорил такие слова. Он понимал, что он может быть вспоминает книгу Иисайя, 1 глава 17 стих, где тут написано, не делайте зло, но учитесь делать хорошее. Перестаньте делать зло, и учитесь делать святое. Это очень сильные слова, потому что перестать делать зло, это одно вещь, а чтобы сделать святое, это надо учиться, как это делать. У меня есть, я знаю, один человек, который не просто когда грешит, он молчит, ничего не говорит. Согрешил и молчит, потому что он знает, если отманывает, тогда отман это грех, а если молчу, тогда я не грешу. Но в этой ситуации мы видим человек, который даже делает хуже, потому что есть место. Ивана 3 глава, 16 стих, мы это хорошо знаем, от 36 стих, тут написано верующие в сына имеют жизнь вечную, а не верующие в сына не увидеть жизнь, но гнев Бога. и дальше читаем 21-е, извиняюсь, я перескочил, извиняюсь, 21-е, я прочитаю по-английски, he, but he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. тот, который делает святое, тот, который поступает правильно, он подходит к свету, потому что свет покажет его дела, а тот человек, который не это делает, когда служит в темноте, он прячется в темноте, потому что темнота сокрывает, они думают, никто ничего не видит, и я буду сидеть в темноте, грешит и потом молчит, не говорит ничего, это тоже неправильно, потому что смотрите, и на это. Ты уже дитя темноты. Ты служишь темноте. Ты думаешь, темнота скрывает твои дела. А если ты подойдешь к свету, свет покажет все, что ты делаешь. Ты не делаешь святое. Ты делаешь злое, ты делаешь грехи, и ты прячешься в темноте, и ты стал, как Иисус говорил фарисеям, служителем темноте дети ада, прячутся в темноте. Те, которые знают Бога, те, которые знают Иисуса, они ходят в свет. Как я говорил, мне лучше стоять с Богом и получить гнев от мира, чем стоять миром и получить гнев от Бога. Он говорил Накадимису все эти вещи, это третья глава Иоанна, а потом четвертая глава Иоанна, тут очень интересный контраст, я хочу закончить просто с этим. Когда мы смотрим на четвертую глава Иоанна, Иисус говорил, пошел он в Самарию и говорил женщиной, которая в Самаре, возле колодеца, собирала воду. Блудница. У нее было там четыре мужа, кто знает. Ну, он к ней начинал тот же самый вещь и говорить, как он говорил Накадимису. Ну, тут контраст совсем другой. Он был мужчина, она была женщина. Он был богатый, она была бедная. Он был, жил, по идее, жизнь справедливость, она жила жизнь блудницей. Он был один из анхидрон, она была просто изгонна. Он был еврей, она была самарянка. Он знал, кто Иисус был, она не знала совсем. Совсем другие люди. Ну, это Иоанна 3-я глава, 4-я глава. Это нам показывает, что Иисус Христос пришел всем проповедовать. И именно то, что он говорил Накадимису, он говорил то же самое слова к ней. Такая тактика. У него совсем Иисус не поменялась полностью, как он говорил с людьми. Он им говорил правду. Я на это смотрю, я слышал одну проповедь, где пастыр сказал, не бойтесь кого-то обидеть с правдой. Потому что Иисус, много от него отошли, он покормил несколько тысяч с хлебом, с рыбой, и потом он сказал про вечерие Господни много ушли. Для них это не подходит. Но если я сказал истину кому-то, и он ушел, обиделся, God offended, да? Он ушел, пошел домой, начинал думать про это, потом покаялся, пришел к Господу. Тогда это путь к Господу. Ну, лезьте я, как говорю, разбавляю христианство что-то другое. Лезьте я, что Иисус мой друг и больше ничего, что он, я не раб, он не мой Господь, хочу человека не обидеть. Этот человек пойдет домой и он про ничего не будет думать. абсолютно про ничего. Потому что он получил истину и в Англии, которые разбавляли что-то другое. А если человек услышит правду, обидится, уйдет, есть шанс, что он покается. Бог не меняется для человека, Господин не меняется для своих рабов. Он знает самое лучшее. я буду вспоминать, что мы это помнили, что мы не разговаривали слова истины и что-то другое, чтобы у нас всегда было чистое сердце пред Богом, что мы помнили, что Иисус Христос у нас Господь, Господь нашей жизни, что мы это и говорили вслух, говорили в нашей сердце, и что мы знали, что он хороший пастер, что он Господь, который за нас заплатил самую высокую цену, и он приготовил для нас место в его доме, в доме вечном, как Псалмопевец говорил. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok